Базару нет, вы все солдаты, но сержанта здесь я. Армия это то место, где строгая субординация является неотъемлемой частью жизнедеятельности коллектива, а строгое и точное исполнение приказов командиров порою действительно спасает жизни. Но что же делать, если некоторые командиры ощущают безнаказанность и как следствие превышают свои полномочия? Из этого ролика вы узнаете о том, что будет если ударить командира, а также как дать отпор обнаглевшему начальнику, при этом не загремев в дисбат. Перед началом ролика хочу поблагодарить многоуважаемых спонсоров и топ донатеров прошедших стримов. Благодаря таким как вы, я могу не продавать рекламу. Начнем с того, что ударить командира можно. И я вам больше скажу, ударить можно вообще кого угодно, кто-то даже собственную маму побить может. Однако прежде чем выпустить внутреннюю обиду на командование при помощи рукоприкладства, надо понимать, что любой командир это не женщина на митинге, и если его ударить, то ответственности практически не избежать. Что уж говорить, если даже за оскорбление начальника могут дать год дисбата. Я кстати это в свои памятки вычитал, вообще книжка топ, всем рекомендую. Но все это юридические нюансы, но что же на практике? На самом деле, какие-то драки и конфликты между военнослужащими обычно стараются не придавать огласки. Ибо если в подразделении произойдет какой-то громкий инцидент, то часть будет мигом атакована различными проверками, которые разумеется никому не нужны. Но тут стоит понимать, что части бывают разные, так же как и командиры бывают разные, и причины конфликта разумеется тоже. Поэтому каждый случай рукоприкладства в адрес командиров необходимо рассматривать отдельно. К примеру, если в нормальной уставной части срочник откажется выполнять какой-то обычный приказ, допустим, солдатик возомнился блатным и отказывается исполнять прямые обязанности дневального, а в ответ на замечание командира демонстрирует свои боксерские навыки, то с вероятностью 90% этого бойца ожидает суд и наказание по вышеуказанным статьям. Однако далеко не все воинские части нашей страны являются уставными. И где-то после подобной выходки солдатик мигом в ответ опиздюлится от сержантского состава. Но в первую очередь исход конфликта между начальником и подчиненным зависит от характера самого начальника. Один, даже после легкой словесной перепалки, запомнит солдата и будет пусть и по мелочам, но зато регулярно портить солдатику жизнь. К примеру, будет ставить его в самые плохие наряды, отправлять на самую грязную работу, запретить увольнение и так далее. Другой командир в такой же ситуации заморачиваться не будет. Просто пойдет, напишет рапорт и будет настаивать на том, чтобы подчиненному впаяли дисциплинарный арест или хотя бы какое-то другое взыскание. Третий командир просто зубы солдату пересчитает и благодаря своим связям никакой ответственности не понесет. Именно такой случай мне известен. Исходя из своего личного опыта, могу сказать, что конфликт между срочником и офицером явление довольно редкое. Во-первых, потому что офицер с большей вероятностью напишет рапорт и солдаты этого боятся. А во-вторых, офицеры не так много времени проводят с солдатами, нежели сержанты. За год моей срочной службы я видел всего два случая, когда солдаты давали жесткий отпор сержантам. Хотя сержанты-то часто распускали руки, причем иногда совершенно неоправданно. Но чтобы солдата довели до такой степени, что ему было плевать на возможное будущее в дисбате, увидишь нечасто. Как я уже говорил ранее, часть у нас была очень уставная. Однако, когда подразделение отправлялось в командировки, где не было ни камер, ни телесного осмотра, ни замполитов, то градус беспредела, разумеется, нарастал. Был у нас один представитель сержантского состава, которого все, от срочников до некоторых офицеров, считали настоящей мразью. Ну, просто по-другому я не знаю, как назвать человека, который сам все время сидел в казарме, а когда рота возвращалась после 12-часового рабочего дня, он начинал над солдатами издеваться. К примеру, вместо того, чтобы отдохнуть, постираться, или хотя бы самому в холодной воде попытаться отмыться от грязи ржавчины и криозота, и без того замученные солдаты отжимались, ходили гуськом вдоль плаца и устраивали тотальное ПХД. И вот, в один прекрасный момент, у одного из наших пацанов не выдержали нервы. Не помню, с чего именно все это началось, но, охреневшись садюга, стал просто душить солдата. Того, в свою очередь, переклинило, и он в слезах, в истерике, начал хлестать обидчика кулаками. Ну и началась заваруха. Сержант продолжает душить пацана. Тот хлещет его по лицу, и в этот самый момент в подразделение заходит командир роты. Примерно такими словами ротный обратил на себя внимание. Тогда сержант сразу же начал оправдываться. Озареванного и красного от злости пацана стали успокаивать. Разумеется, ничем, кроме профилактических бесед с ротным, эта история не закончилась. Ссор из избы выносить не стали. Да и правильно сделали. Ведь сержанта максимум бы премии лишили, а солдатам при проверках жить еще тяжелее. К слову, после этого случая сержантюга вел себя более лояльно. Второй случай произошел непосредственно в части. Другой, но не менее буйный командир отделения, уже практически перед отбоем завалился в казарму, будучи в говнище пьяным. Разумеется, в порыве алкогольной храбрости он приступил к воспитанию солдат. Однако, когда он зашел в сушилку и стал нарываться на первого попавшегося ему на глаза солдата, то вмиг оказался на полу в луже собственной крови. Море крови. Ты знаешь, что такое море крови? Ты, наверное, не купался в этом дерьме. Солдатик не растерялся и пизданул пьяного сержанта головой об обувную полочку. В итоге, из-за того, что сержант приперся на территорию части пьяным, дело быстро замяли. Для старших офицеров сержант якобы получил травму за пределами части, мол, ехал на такси и попал в аварию. А если сержанта в тот вечер в казарме не было, то и солдату ничего не сделали. Но повторять за ним, разумеется, не нужно, так как срочнику реально очень повезло, что сержант все спустил на тормоза. Иначе дисбат бы ему был обеспечен. Когда речь заходит о командирском беспределе, неслужившие интернет-обыватели резко делятся на два лагеря. Одни говорят, ну, это армия, и все это надо терпеть. Другие называют первых терпилами и яро утверждают, что таких командиров надо избивать. Хотя нет. Необходимо их немедленно расстрелять. Тем не менее, оба этих утверждения не более чем эмоции. Тут нужно немного различать понятие дисциплина и выражение быть терпилой. Когда командиры дрочат ленивых солдат по уставу, а тех, до кого не доходит через голову, прокачивают физически, это дисциплина. И это нормально. Другое дело, когда те же командиры беспричинно бьют, унижают солдат, а также вымогают у них деньги. Это уже нихрена не нормально. И таких командиров надо судить. Понятно, что любая жалоба от солдата в коллективе воспримется как стукачество и так далее. Однако, если вдруг ты захочешь решить эту проблему, ну, чисто так, по-пацански, и ударишь неугодного командира, то он нисколько не застремается и тут же напишет на тебя рапорт. И да, это несправедливо, но оно так работает. А еще, если командир ударит подчиненного, то ему чаще всего просто дадут строгий выговор. А если наоборот, то как минимум гауптвахта солдатику обеспечена. Поэтому все, что можно сделать, так это стараться из любого конфликта выходить без насилия. В качестве примера расскажу вам случай, который произошел уже со мной, в моей третьей командировке. Тогда мы жили в старой деревянной казарме. Народу в подразделении было немного, вследствие чего нам очень часто приходилось заступать в наряды через сутки. Причем заступали всего по два человека. Сам наряд сменялся вечером. То есть ты весь день ебашешь на рабочке, вечером приходишь и заступаешь в наряд. Следовательно, полночи не спишь, днем практически не отдыхаешь, и только к следующему вечеру сможешь наконец-то хотя бы снять берцы. Так вот, после одного из таких дежурств, сержант нового суточного наряда решил над нами поиздеваться. Как только наш наряд сменили новые дневальные, а мы направились в сушилку, чтобы переодеться, нас окликнул их сержант. Мол, а куда вы пошли? Вы че, наряд сдали что ли? Я говорю, ну да, сдали, ваши дневальные приняли. В ответ на это он говорит, ну они приняли, а я нет. На что я отвечаю, ну нам-то какая разница, если они приняли, то с них и спрашивай. Естественно, это его задело, и тогда он решил доебаться основательно. Мы зашли в комнату досуга, и тогда он сказал, что пока мы тут ПХД не наведем, то спать не пойдем. Тогда у меня пригорело, и я на повышенном тоне выдал ему что-то вроде, какое нахуй ПХД, мы и так как черти работаем, так еще и не спим ни хрена. В итоге мы с ним сцепились, но ничего серьезного не произошло, потому что что он боялся ответственности, так и я в дизбат тоже не хотел. В итоге он сказал, что мы в конец охренели, и что хрен мы у него спать ляжем, пока ПХД не наведем. А затем вышел из помещения и закрыл нас на ключ. Якобы для того, чтобы мы навели тут порядок, а он придет и проверит. Ну, мы разумеется забили, и тупо легли спать прямо на партах. А уже после отбоя, Ротный увидел, что в досуга горит свет. Сказал дневальному открыть дверь, и предъявил сержанту, мол, какого хрена у тебя старый наряд не отбит, им завтра вообще-то еще работать. Он что-то там поквакал в свое оправдание, и мы пошли спать. Конкретно в данной ситуации сержант был неправ, потому что если мы уже сдали наряд, а его дневальные его приняли, то предъявлять за порядок он нам уже не может. Но вот почему-то решил сержантчик свое эго потешить. Да, как-то не получилось. При этом заметьте, что и нас терпилами не назовешь, так как мы все же не стали выполнять его беспредельную прихоть. Но и для того, чтобы отстоять свое достоинство, не пришлось сержанта расстреливать. Неправильно, ебаные волки! Был и другой случай, когда сержант поднял ночью парня из нашего взвода и стал его прокачивать. В ответ на это мы всем взводом встали и присоединились к провинившемуся солдату. Мол, мы же коллектив, так вот если и качаешь после отбоя, то качай всех. Но сержант очканул прокачивать всех, потому что как минимум, если завтра на рабочке, в самый разгар командировки, мы будем вялыми и наш командир взвода узнает, почему мы такие вялые, то сержант словит смачных пиздюлей. Поэтому он просто похвалил нас за сплоченность и отправил спать. Армейские условия нередко заставляют военнослужащих работать на износ, а при наличии постоянного стресса нервы легко могут не выдержать. Сотворить какую-нибудь глупость недолго, а вот разгребать последствия своего поступка можно годами. Вся музыка из видео в группе ВК. Чтобы не пропускать выход новых роликов, а также посмотреть на жесть и удаленные видосы, подписывайтесь на телеграм. На стримах бывает очень весело, а в дискорде мы все дружненько общаемся. Надеюсь, что этот ролик оказался для вас хоть чуточку полезным. Подписывайтесь на канал и помните, что именно ваша поддержка мотивирует меня делать ролики чаще. Субтитры сделал DimaTorzok